Эксперты международной организации Freedom House опубликовали информацию об уровне свобод в мире, в том числе и в Молдове. Так вот, по их данным, к концу 2018 года уровень свободы в нашей стране оценен экспертами на уровне 61 пункта из 100. При этом они не только обнародовали данные, но и написали подробный рапорт о том, почему считают Республику Молдову несоответствующей критерием свободного государства. В принципе, Freedom House критично относится к Молдове не в первый раз. Но надо помнить, что ее представители регулярно выступают с оценкой выборов в той или другой стране и могут, например, назвать прошедшие выборы свободными и демократическими, а могут и совсем наоборот. Словом, говорить есть о чем. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. Я представляю гостей, которые добрались до Полюса, и с которыми я рассчитываю на продуктивную беседу. Журналисты Юлия Семенова. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Леницев. Здравствуйте. Добрый вечер. Жду с минуты на минуту советника президента Сергея Мишина. Он тоже присоединится к нашему разговору. Ну а пока давайте определимся сразу, что называется. Вот для власти этот доклад Freedom House, он значим или нет? Юля, как вы полагаете? Ну, судя по тому, что на провластных каналах, скажем так, в провластных СМИ не появилась вообще никакой информации об этом. Я информацию видела только вот на одном сайте. Вот. То, думаю, что не очень значим. У меня такое чувство. Поняла, Валерия. Вы как считаете? Ну, я думаю, что значимо, потому что вот такие организации, потом, есть еще много организаций, которых я называю чемпионатами мира, да, чемпионат мира по свободе, чемпионат мира по коррупции, чемпионат мира по развитию экономики, да. И все эти организации, если надо, то они выступают, ну, не одним докладом, но вместе. И так как политический блок АКУМ вместе с Народно-Европейской партией готовят тут, так сказать, кавардак, то есть готовят непризнание выборов, да. Это важно вообще заявление. То, что вы сейчас делаете? Нет, это не мое заявление. Это вещь, которая обсуждается и которую АКУМ не скрывает. Они уже начали до этой кампании говорить о том, что, наверное, вот мы постараемся, и я понял, в чем дело, да. Поэтому оно не может быть значимым. Другое дело, что я считаю, что мы сами себе, так сказать, арбитры тут. У нас есть журналисты с опытом, журналисты, которые многое пишут, понимают, что такое свобода, и мы можем сами оценить, насколько у нас свободны журналисты и сами. Я так думаю. Не важно наша оценка, а не оценка чужих дядь. Вот я часто стала слышать такой комментарий, что нам важна, нам важна не только от вас, нам важна оценка, как мы сами, да, наша собственная, вот. Но с другой стороны, вот смотрите, почему тогда власть так сильно заботилась докладами организации промо-Лекс? Вот, Юля, вы говорите, не значим, там, не обращают внимания. Нет, я Юле говорю. Юля так сказала. Значит, смотрите, сколько было уделено внимания, да, они встречались с представителями этой организации, и не один раз. И депутаты действующие встречались, я сейчас говорю о представителях Демпартии. И после этой встречи появилась информация от промо-Лекс, опять же, что их запугивать стали. И, в общем, мы, прям, вот знаете, вот как сериал разворачивается. Это не противоречит? Вы знаете, вы знаете, мнение соседей по квартире, по коммунальной, всегда, чаще всего, бывает важнее, чем мнение человека, который живет в соседнем доме. Это что касается промо-Лекс. Понимаете, промо-Лекс – это все-таки свои ребята, которые здесь живут. На них можно надавить, с ними можно поговорить. Не поднимайте такого шума. Сейчас и так сложная ситуация. Ребята, сидите, давайте нам отчеты, у вас есть возможность работать. Тем более, что вот я посмотрела в докладе Freedom House, там, что касается неправительственных организаций, то там вопросов особых нет. То есть каких-то нарушений особых не замечено. Вот. Но здесь можно надавить, потому что, ну, это свои. И тогда получается, что можно ли надавить на американцев, в принципе, Freedom House, это организация со штаб-квартирой в Соединенных Штатах Америки. Вот здесь как? Это можно проигнорировать, поступить так же, как мы с европейцами говорим. Да, вот когда европейцы что-то нам говорят, критикуют, то представители партии власти что говорят? Ну, мы должны сами разобраться, нам важна наша, никто нам не должен диктовать. А премьер Филипп даже мог, например, сказать, что ему смс-ки слали, помните, вот тогда, после выборов, да? То есть так на него сильно давили. А тут американцы, с ними-то что делать? Ну, что значит американцы? Это независимая организация, якобы, да. Якобы. Какие-то связи, наверное, всегда есть у таких сильных организаций. Ну, во-первых, с спецслужбами. То есть спецслужба на них обычно давит, потому что другие не смогут и не вправе. Но, что касается давления европейцев, американцев, разных организаций, то нам недорого то, что мы думаем. То есть у нас не должна быть своя позиция. Ну, да, говорят, что вот, и я согласен, что у нас со свободой не все, не то, что не все прекрасно, да, есть большие проблемы там, там. Что касается организаций, которые составляют элиту гражданского общества, то с ним все ясно. Деньги они получают, делают работу не по нашим правилам, а по правилам тех, которые дают деньги. Ну, если посмотреть на эту ситуацию более комплексно, то, смотрите, значит, Госдепа выступила вначале с заявлением по поводу выборов. Это одна страна, да, они высказались, что они предпочли бы, чтобы наши дежурные заявления. Дежурные, да, пусть будут, но потом вот, значит, комментарии от Freedom House. Для того, чтобы зрителям было понятнее, что же, собственно говоря, там они нам насоветовали, давайте вот мы по некоторым моментам пройдемся. И я, конечно, рассчитываю на ваш комментарий. Ну, первонаперво, если мы заговорили о власти, то это работа и эффективность правительства. 5 пунктов из 12. Эксперты считают, что правительство Молдовы находится под контролем правящей коалиции. Поэтому деятельность преследует правительство. В основном интересы элиты, бизнеса и политики. Вот таким образом развенчиваются некие такие заявления представителей демократической партии, особенно тех, которые входят в правительство, о том, что все так вот замечательно, и что здесь вот прежде всего интересы народа. Юля, как? Ну, они, эти заявления не впервые развенчиваются. Так. Вот правящие, правящие, ну, партии, да, я уже даже не говорю, уже при коалиции. Вот. Эти заявления развенчиваются не впервые. И внимания на них, как правило, не обращают. Были достаточно серьезные вещи, связанные, скажем, там, с отношением к нацменьшинствам. Буквально там пару лет назад, да, или в прошлом году, по-моему, в позапрошлом году, когда был доклад по этому поводу международный, что у нас с этим дела обстоят очень неважно. После чего я включаю телевизор и понимаю, что я живу в замечательной стране. То есть у нас это уже стало традицией, не обращать внимания на то, что говорят внешние партнеры, да, те, кого мы называем внешними партнерами. Вот. И не обращать внимания на эти заявления организаций международных. И делать свое дело. И все. Справедлива ли оценка в части работы правительства, Валерия? Ну, я не совсем понял, в чем негатив. В том, что они зависят, что правительство зависят. Да, и деятельность вот преследует в основном интересы не народа, а элиты бизнеса и политики. То есть собственный интерес. А, да. Это везде так, в капиталистических странах. Сто процентов, да. Они, как правило, боссы наши, да. Во-первых, значит, элиту обслужить, да, себя, а потом, значит, народ. А где не так? Не знаю, есть такие страны, где не пять пунктов из двенадцати. Есть страны с нормальной социальной политикой, с нормальной политикой, с нормальным отношением к своим собственным гражданам, где граждане своей собственной защищены законом. Есть такие страны, как ни страны, они существуют. Да. Капиталистические. Как шутил один политолог. Даже Германия, например. Меньше. Ну, они еще есть. Кстати, то, что меньше, да, соглашаются, потому что общий вывод, да. Я не говорю о том, что некоторые страны из Европы, которые строили свою демократию 300 лет, да, что у них все прекрасно. Я говорю о нашем, о наболевшем, о нашем постсоветском пространстве, даже о Литве, о тех же Прибалтиках, которые говорят все время, что у них лучше. У них не лучше, и с национальным вопросом у них хуже, чем у нас, кстати. Понимаете, к сожалению, демократия еще не стала частью нашей народной культуры. Это так. Еще предстоит строить ее, эту демократию. Построим? Я не знаю. О, вот спасибо за честный ответ. Очень хочется до этого дожить, честное слово. Ну, а что это решает, доживем мы это или нет? Нет, просто, понимаете, вот, например, там, скажем, те же страны Прибалтики, да, тоже с молодой демократией. Но там все-таки забота о собственном гражданах существует. Вот даже Эстония, например. Вот, там все-таки забота о собственном, там все-таки есть закон, и он действует. Конечно, там есть свои, там, не знаю, там, вероятно, есть какие-то, я не в курсе просто, неглубоко, неглубоко влезу в эстонскую политику. Вот, вероятно, там есть свои какие-то зацепки, заморочки и так далее. Но, понимаете, там люди живут, там человек себя чувствует человеком. У нас обычный человек себя человеком не чувствует. Мы все, перефразируя известную фразу социалистического периода, мы все колесики и винтики одного механизма, который работает, почему-то он работает на власть. У нас наоборот происходит, у нас не власть работает на людей, а люди работают, получается, на власть. Я согласен. Знаете, почему не согласен? Потому что есть выбор. Ты можешь уйти в любой другой точке планеты и жить, как ты хочешь. Вот, очень многие сделали этот выбор. Ну, и что? И что, это плохо, что есть такой выбор? Нет, это для конкретного... Или если тебе не нравится, то обязательно нужно жить здесь. Валерий, для отдельного человека это отлично, что он может воспользоваться этим выбором. А для страны это очень плохо. Потому что у нас страна, где когда-то в свое время была самая высокая плотность населения в Советском Союзе, она превращается в пустыню. Мне недавно компетентный человек озвучил число граждан, которые обладают молдавскими паспортами и живут на правом и на левом берегу. Это число граждан никак не вяжется с теми данными, которые дает нам официальная статистика. Миллион восемьсот тысяч. Страны практически нет. Мы опять что? Мы опять что? Устраиваем чемпионат мира по плотности населения. А сколько нас должно быть здесь? Мы устраиваем чемпионат мира по плотности населения. Мне, например, больно смотреть, когда я еду куда-то в командировку или проезжаю по Молдове, мне больно смотреть на эти пустые села, забитые окна в домах, мне больно смотреть на эти пятиэтажки в Калароше, где просто подъезды пустые. Вот просто люди уезжают. Я просто скажу одно предложение. Незачем связывать свою судьбу, свою мечту, свои жизненные стандарты с властью. Нужно связывать всю свою жизнь с своим потенциалом, с генетическим потенциалом, с мечтой. Зачем связываться вообще всю свою жизнь с властью? Что она тебе даст? Да ничего она тебе не даст. Власть с властью, а мы сами собой. Люди вроде у нас с властью не связывают свою жизнь. Они просто хотят рабочее место, достойного зарплаты. То есть если власть плохая, то мы обязательно должны жить плохо? Ну послушайте, ну... Так? То есть и жить, и жить плохо, и жаловаться? Нет, мы должны... Дело не в жалобах, а дело в том, что нужно что-то вообще предпринимать, для того, чтобы что-то менять. Да, абсолютно. И каждый своей жизни нужно что-то предпринимать, чтобы она стала лучше. А в отношении власти, ведь не зря, наверное, появился вопрос по поводу ее легитимности после 2014 года, потому что насколько же изменилась конфигурация парламента, как выбирали граждане, да, какие фракции входили после выборов 30 ноября 2014 года, и что получилось. Это к вопросу о том, что мы можем сделать. Хорошо, давайте дальше выяснять, значит, борьба властей с коррупцией. Ну, вот все время говорит наша власть, все время говорит правительство о том, что они борются с коррупцией. И вообще это проблема номер один. Вот их усилия как оценены? На самом низком из возможных уровней. Один балл из четырех. То есть там такая система, да, вы понимаете, самый низкий уровень. Причем эксперты в этой записке написали, что они не могут понять, почему высокопоставленные государственные деятели, замешанные прямо или косвенно в коррупционных схемах, до сих пор не понесли наказание, либо эти наказания слишком мягкие, либо это символические штрафы. Юля, вы так улыбаетесь, вы первая будете комментировать это. Ну, потому что я тоже этого не могу понять. Я прекрасно понимаю этих экспертов. Это вообще не укладывается ни в какие схемы, вообще ни в какие представления о государстве. То есть государство, которое называет себя демократическим. Это вообще вот тот факт, что у нас коррупционеров не наказывают, это вообще никуда не укладывается, вообще никак. У нас могут, да, наказать там пару человек, типа Филата. И все. Валерий, коррупция. Право эксперта? Что у нас такая плачевная ситуация? Не только эксперты правы, правы все, которые говорят, что коррупция есть и она будет. И это объяснить очень просто. Сколько нужно человеку или семье, чтобы прожить в нашей стране? Ты сказала, так называемые демократисты. Да, так называемые демократисты. У нас демократии пока нет. Сколько нужно? От пяти до десяти тысяч. Я думаю, чуть больше. Ну, скажем, десять-двенадцать. Так называют люди. Дайте нам десять-двенадцать. Так десять-двенадцать нету даже у министров и у президента. Или есть. Но они по своему статусу. Не будет никто работать министром или президентом за десять-двенадцать тысячи. И полицейский, да, у которого пять-шесть тысяч, да, и он должен из своего кармана вытаскивать и платить за тот бензин, потому что комиссар прячет эти талоны у себя. И тогда, потому что ему тоже не хватает на жизнь. И если им не хватает на жизнь, то как они будут жить? Как? То есть получается, что ты оправдываешь полицейских и комиссара, который прячет талоны у себя, потому что ему жить не на что. Оправдываю? Не знаю. Может, я оправдываю. Я говорю, что у них нету, поэтому и появляется коррупция. И все, которые берут или как-то добывают жизнь, неофициально добывают свой кусок хлеба, потому что он не проживет за три тысячи и за пять тысяч семья не проживет. А тем более, находясь на этом государственном посту от девяти до семнадцати. Я работал в местной администрации, да, четыре года за две тысячи лея. Я знаю, что это такое. Я, у меня была другая еще работа. Взятки я, конечно, не брал, потому что я не могу брать, да. Но не все могут не брать. То есть заставляет иногда система, то есть он работает в какой-то системе. И пока будут такие зарплаты, и пока не будет откуда платить эти большие зарплаты, коррупция будет. И пускай эти люди, которые сидят и пишут, да, как происходит чемпионат мира по коррупции, пускай считают. Но они же точно знают, и на Западе знают, и эксперты знают, что коррупция от того, что нету просто нормального, минимального, значит, дохода для жизни и семьи. И все. Так проблема-то в том, что нету этого дохода, а деньги-то в государстве есть? Не знаю. А если мы выйдем сейчас на улицу и посмотрим на рестораны, посмотрим на машины, которые ездят, посмотрим на цены в магазинах, в модных бутиках, которые такие цены из хороших, как в хороших немецких дорогих бутиках. Приезжали коллеги, они были в шоке, когда это увидели. Какие коллеги? Ну, мои коллеги приезжали из Германии, вот немецкие журналисты, и нужно было там что-то купить. Зашли в магазин, они были просто поражены. Вот так если есть, значит, такие магазины, значит, есть спрос. Если есть спрос, значит, есть деньги. Только вопрос, у кого они есть и откуда они есть. Ну, и что это доказывает? Это доказывает то, что, в принципе, нам надо вообще полностью все перестраивать. Послушайте, послушайте, европейцы поддержали, вот когда сказали, что судьям нужно увеличить зарплату, да, правда, от этого мало что поменялось, да, потому что зарплата все-таки не та для судей, то европейцы сказали, да, с этого нужно начинать, правда? Вот это реформа. Поэтому сейчас такая оценка я ниже дам по судебной реформе. Вот вы услышите, да. Валерий, я хочу вас спросить, вот есть такая поговорка, рыба гниет с головы. И вот эксперты многие уверены, что если бы власть была заинтересована в искоренении коррупции, она бы на самом деле предприняла какие-то определенные конкретные шаги, которые позволили бы ее уровень все-таки снизить. А, снизить уровень? Снизить, снизить уровень, уровень, да неважно на сколько, но чтобы была обозначена тенденция, понимаете? Чтобы все знали, что если кто-то, значит, своим служебным положением, да, будет злоупотреблять, он непременно будет наказан. А для этого знаете, что нужно? Чтобы не только один филат, вот Юлия говорит, отвечал. Я могу сказать, да, ну да, я вот об этом и говорю, что это очень-очень плохая тенденция. То есть, есть такая тенденция, что нужно садить врачей, учителей, потому что взяли взятки, да, они же берут, вот в университете до сих пор, в разных университетах берут, да, и спрашивают, по какому курсу, да, из какого курса. И говорят, по национальному курсу. Да. То есть, да, валют. И, значит, значит, это, по-моему, плохая тенденция. Садить людей нужно увеличить доходы, а не садить людей. Там не перевоспитаешь, и от этого ничего не будет меняться, что мы посадим этих людей. Вы хотите, я понимаю, знаете... Я хочу простого. Я хочу, чтобы наконец-то расследовали кражу миллиарда, и чтобы наконец-то назвали виновным. И что случится после этого? Это самый большой у нас, как бы, пример коррупции. Вы согласны со мной? Да. И вырастут доходы после этого? Вырастут доходы? Не знаю, если вырастут, но хотелось бы, чтобы из кармана, собственно говоря, граждан, как сейчас, не брали эти деньги. Хотелось бы, чтобы кто-то был удовлетворен тем, что кто-то сидит, и он, значит, будет доволен. Валерий, а что хотелось бы, чтобы эта кража так и канула? Нет, этого мне не хочется, и ты знаешь, что этого мне не хочется. Разговор о другом. Вы сказали, как бороться с коррупцией. Так я говорю, что бороться с коррупцией нужно увеличением дохода. Это даст результат. А чиновников не нужно. А садить чиновников можно, но это не даст результата. Знаешь, в каком смысле это даст результат? Когда увидят, что посадили одного, посадили другого. Ну, посадили, понимаешь? Когда не дают семь с половиной лет, и человек после этого выезжает за границу, там, участвует в каких-то приемах, понимаешь? И что? И нам завистно. Просто, да. Да не завистно никому, Валерия. Просто человек, вот обычный человек, он должен понимать, что коррупция наказуема. И за это наказывают. И кто против этого? Тогда, я должна сказать, что тогда, мы говорим сейчас про некий более высокий уровень политического истеблишмента, но тогда на среднем уровне и на нижнем. А почему тогда в Европе коррупция? Он еще 50 раз подумает, давать взятку. Почему тогда в Европе коррупция? Там не в таких размерах, Валерия. А почему не в Валерия? Вы читали доклад про эти 8 стран? Да, я и читала. Смотри, вот сегодняшний доклад, например, меня одна цифра поразила. Уровень коррупции в 2017 году по сравнению с 2016 вырос на 23%. Кто это сказал? Ну, посчитали вот эти вот... А, вот эти? Ну, я в этом не верю, извини. Да, ну, Том, я только скажу, что финансируется в том числе и правительством Соединенных Штатов. Мы тут говорим о коррупции. Господин Мишин, здравствуйте. Мы, наконец, рады, что вы, наконец, к нам присоединились. И пытаемся понять, почему вот власти, как у нас все время говорят, что они борются с коррупцией, а вот Freedom House, да, по их исследованиям, считают, что у нас борьба на самом низком уровне, то есть один балл из четырех. И эксперты не могут понять, почему высокопоставленные государственные деятели, замешанные прямо или косвенно в этих схемах, до сих пор не понесли наказание. Вы как, на чьей стороне экспертов? Ну, я скажем так, я на стороне народа, потому что мы в данном случае не видим борьбы с коррупцией как таковой. Что мы видим сегодня? То, что нам показывают по телевизору, там задержали судей, там задержали прокуроров, там задержали МВД кого-то. Да, это, скажем так, публичная для СМИ работа борьбы и показуха. Как таковой нужно бороться с коррупцией фундаментально. То есть в чем состоит фундамент? Ну, как мы можем бороться с коррупцией, допустим, да, к примеру, в судебной системе, когда там такие заработные платы. Да, у судей подняли заработную плату, но есть еще такие обслуживающие в ФИМИДу структуры, как переводчики, которые получают сегодня самую низкую зарплату, и нам все время говорят, что их не хватает, потому что на эту зарплату никто не хочет идти. Извините, а кто хоть один раз изъявил желание повысить им заработную плату? Есть секретари судов, да, ассистенты, которые также сегодня сидят на мизерной заработной плате. И, конечно, в такой ситуации, да, может быть, сам судья и не участвует в каких-то процессах коррупционных, но есть низшие структуры. Это мы можем обратиться сегодня в любой государственный орган и понимать, что, да, может быть, на уровне, почему у нас все время сегодня начинают повышать заработные платы с верхушки, и всегда забывают про средний персонал и низший персонал государственных служащих. Вот что порождает коррупцию. Коррупцию порождает нищая та. И в том числе, как вот коллега говорил, да, что ничего не изменится, если мы найдем виновных, кто украл миллиард. Да, я не так сказал. Нет, виновных... Извините, ну не цитируйте, пожалуйста, меня. Хорошо. Не цитируйте правильно. Виновных, да, действительно, если мы их просто найдем и посадим, от этого ничего не изменится. Но вопрос в другом. Я считаю, что изменится. Следующие, которые захотят к подобным заняться, будут думать, что в конечном итоге и их то же самое может... Вы знаете, опять, это в зависимости от системы. Если придут здравые государственные мужи, которые, государственники, да, которые приходят работать на благо населения, а не заниматься популизмом, то этот эффект будет. Но самое главное, что когда выявят, наконец-то, да, виновников в краже миллиарда, они понесут соответствующее наказание, у них будут наложены аресты на их имущество, восполнится вот эта недостающая часть. То есть у них вернут средства в бюджет. И в чем получится, что мы с вами, как граждане, в этом выиграем, от этого повысится наше благосостояние. Потому что мы через налоги не будем восстанавливать этот миллиард. Да, я говорила об этом, да. И соответственно, тот закон, который приняло нынешнее демократическое большинство, придет в нулевой вариант, и его отменят. Что и господин президент уже несколько раз пытается добиться. И не может, потому что парламентскому большинству это невыгодно. Выгодно переложить это на плечи народа, чтобы мы платили со своего кармана. И естественно, если начнется этот миллиард возвращаться из других источников, то есть причастных к этому, в этом, соответственно, можно понижать налоговые ставки для населения и для предпринимательства. И, соответственно, вырастет благосостояние как граждан Республики Молдова, так и предпринимателей. Если мы говорим о юридической системе, мы сейчас затронули, то я хочу вам тоже несколько цифр на ваш суд предложить. Сила и эффективность закона оценена 6 пунктов из 16. Вот что они говорят, что юридическая система Молдовы не является свободной, находится под контролем правящей коалиции, отмечены вынужденные отставки работников судебной системы, принятые под давлением извне. Кроме того, полностью отсутствует транспарентность работы судебной системы. Я почему так все это подробно говорю? Потому что как раз реформа судебной и юридической системы, о ней очень много говорили представители правящей коалиции. Валерий, вот вас как эти цифры? Я понимаю, что у нас судебный корпус, это отдельная каста, которым даже, я думаю, даже не приказывают, с ней договариваются. Настолько она сильна и настолько она самостоятельна. Насколько точно там называют эти пункты, это безразлично. Мы знаем, мы знаем. А кто столкнулся на самом деле с судьями, и у кого были процессы, тебе скажут больше. Юлия Апо, я знаю, столкнулась, долго судилась. Я говорю о тех, которые пострадали, я говорю о многих людях, я думаю, больше половины, которые осуждены неправильно, потому что некогда было, ни времени не было, на простого человека времени нет. Времени или желания, Валерий, или возможности? Это то же самое. Время, желание, непрофессионализм. В это время, если в судье попалась хорошая игра на компьютере, ему лучше поиграется, чем слушать этот надоевший ему процесс. Прокуроры непрофессиональные, которые сидят и бог знает, что говорят. Кто был действительно процесс, тот это знает. Не надо доказывать, не надо эти пункты, этих товарищей западных. Мы знаем, что так плохо. Как исправить? Вот это уже очень и очень длинный и большой разговор. Потому что, скажем, если сделать так, как в Грузии, всех уволить и взять других, более молодых, более честных, наберем мы более честных на их место. Я не знаю, по какому вы критерию будете их отбирать. А что, известный фильтр, вот известный фильтр АКУМ, да, очень честный. Только не так, как сертификат о неподкупности, да. А фильтр лучше, а фильтр лучше? Ну, к смотря, какие вы предложите. Нет, я говорю, вот фильтр, который был самый честный у нас такой фильтр, у блока политического АКУМ, да. Что с него стало? Потому что везде люди, понимаете? Выбираем мы, делаем мы. А так предложить, что, а, вот есть честные люди, все плохо, потому что есть честные люди, и есть хорошие люди, и есть плохие. Поэтому плохие, вот, делают так. Нет, есть система. И борьба с коррупцией, это то же самое, что борьба с терроризмом. Почему в мире, скажите мне, почему в мире никак не закончат с терроризмом? Потому что выгодно. И коррупция тоже выгодна. Да, в этом нет никаких сомнений. Как вы можете объяснить такой феномен, что власть говорит о том, что борются так вот с коррупцией, да, вот судебная система у нас реформируется бесконечно, а происходит вот такое, вот такие вот отчеты? Ну, вы знаете, звоночек первый до еще вот этих пунктов, которые сейчас выдала Freedom House, это, кстати, еще когда министром был господин Чеботарь, это когда нам остановили 28 миллионов евро на окончании судебных реформ. По какой причине, вот тогда как бы СМИ так немножко утрировало эту тему, да, а по причине того, что реформы не выполняются никоим образом. То есть мы декларируем, но не делаем. Мы декларируем, но ничего не делаем. То есть мы для того, чтобы получить финансирование из Европейского Союза, из Соединенных Штатов, мы пишем красивые бумаги, мы пишем декларации, мы показываем что-то, где-то как-то мы реформировали, да, подняли, вот опять возвращаемся, подняли зарплату судьям, соответственно, из-за этого поднятия зарплаты судьи перестанут брать взятки. Я хочу сказать так, в судебной системе есть частные люди, и есть те, которые готовы рассматривать дела и рассматривают их по существу. То есть не так утрировано, что лучше поиграться за компьютером, чем рассмотреть дело. Но они попадают в систему, которая старая, понимаете, которая строилась много лет. И если судья новый не входит в эту систему, которая существует на сегодняшний момент, его просто оттуда изживают. И вот почему, когда вы привели правильно пример, есть отставки под влиянием извне. Это не только отставки под влиянием извне, это и отставки под влиянием внутри судебной системы. Поэтому, если мы хотим действительно довести судебную систему, а мы должны не забывать, в первую очередь, судебная система это что? Это система власти судебной, у нас их три. И это не зависит, это целая ветвь власти, которая должна работать самостоятельно, которая должна следить за законом и за исполнением закона. И если у человека возникают какие-либо попирания его прав, вот это инстанция, которая должна разобраться, твои права нарушены или нет. Вот нам, для того, чтобы начать реформу в судебной системе, нам сначала нужно поломать ту систему, которая строилась много. Да, это не сделаешь за день, это не сделаешь за год. Но, по крайней мере, это можно начать. Но можно начать в каком плане? Это можно начать только, если законодательная власть работает с исполнительной властью и с президентом в унисон. То есть, они работают совместно, они принимают определенные совместные решения, совместные законы. Поэтому и влияют на судебную власть в том числе. Влияют не указывая, что нужно делать и какие решения принимать. А вот эти сдержки и противовесы между ветвями власти должны балансировать так, как это у нас прописано в Конституции. У нас, к сожалению, последние 9 лет даже на основной закон все смотрят косо, и для них это простая лакмусовая бумажка. Из-за этого мы имеем все проблемы, которые мы имеем. И с коррупцией. И вот эти отчеты Freedom House, и не только Freedom House дает такие отчеты, и Евросоюз уже сколько резолюций выдал по поводу Республики Молдова, что захватническое государство, самое коррумпированное государство. Почему? Почему парламентское большинство, которое так кричит о своих успехах, Молдова-Риушеште, а куда она-Риушеште? Где это видно? Народ устал от этого всего. Это уже новый тренд, Сергей. Уже тренд, что мы не замечаем то, что говорят о нас международники. Юлия, вы, пожалуйста, о судебной системе несколько слов. Можете даже на личном опыте сказать. У меня очень плохое отношение к нашей судебной системе. Я с ней столкнулась. И я столкнулась, я потратила три года на удовольствие общаться с нашей судебной системой. Я достаточно грамотный человек. Я сидела по вечерам и изучала все наши законы. И я с ужасом думаю о том, как приходит, например, крестьянин, который всю жизнь работал в селе, который всю жизнь имел дело с землей, который не имел дела никогда с законами, который никогда не сталкивался с журналистикой. И что вообще этот человек должен ощущать, когда он сталкивается с этой, вот то, что действительно называется бездушной машиной. Это бездушная машина, которая не закон защищает. Это бездушная машина, которая защищает его оппонента. Скажем так. Вот. Это ужасно. Но вот честно сказать, все замечательно. Вот вы правильно говорите очень про то, что надо перестраивать судебную систему, что нужно ломать ее и так далее. Но слушайте, ребята, у нас 27 лет независимости. Было время, наверное, вообще поломать и построить. У нас было 27 лет независимости, 27 лет реформ. Все время у нас. У нас постоянные реформы. У нас постоянные реформы, да. Хочется, чтобы хоть одна уже, да. Было время все это дело сделать. Как-то эффективно закончилось. Но почему-то это не делается. И чем дальше, тем хуже. Ну, говорят так, нужна политическая воля. Слушай, это такое... Не политическая воля здесь нужна. Я вам скажу. У нас, к сожалению, могу констатировать, и опять-таки, особенно последние 10 лет, проблема не в политической воле. Проблема в том, что закон должен быть в нормальном, правовом, демократическом государстве един для всех. И его необходимо исполнять всем. Не важно, кто ты, да. Ты парламентарий, ты член правительства, ты простой крестьянин. Он должен быть един для всех. У нас, к сожалению, сегодня происходит совершенно другое. Я по поводу политической воли хочу уточнить. Когда Конституционный суд трактует как-то решение, вы о чем говорите? Говорили у меня в эфирах. Вы говорили, что это по заказу кого? Так, подождите. Так тут при чем здесь политическая воля? Я этому и говорю, что... Вот при том, что именно она во главе угла. Даже для конституционного суда закон не превыше всего. Да. То есть у нас должна устояться, и в головах у нас осесть, одна фабула. Закон есть закон. Незнание закона не освобождает от ответственности. Это правда. И это должно касаться всех. В том числе и Конституционного суда, когда он вмешивается в Конституцию, когда он нарушает Конституцию и Кодекс о Конституционной юрисдикции, по которому он впрямую работает, он за это должен быть наказан. А у нас что происходит? Он это делает, это доказуемо, это показывается всем, и это признают все эксперты, но при этом наказать судью Конституционного суда невозможно. Это правда. Вот о чем я говорю. То есть, если ты нарушил закон, неважно в каком ты статусе, ты должен нести соответствующее наказание. Если ты закон не нарушал, тогда, конечно, без проблем. Тебя оправдают, и ты един. И вот когда мы дойдем до этого, и судебная система будет руководствоваться. Все говорят, вот у нас плохие законы, мы плохо... Нет, у нас уже хорошие законы, у нас прекрасные законы. Смотрите, если мы возьмем, давайте так, мы не берем последние три года, да, законы, которые принимались, но, допустим, если мы возьмем тот же Гражданский кодекс, тот же Трудовой кодекс, тот же Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный, Гражданско-процессуальный, это действительно как законы хорошие, оценены в Венецианской комиссии. А вот их исполнение с точки зрения правительства и их право применения в судебной системе оставляет желать лучшего. Вот с чем мы должны бороться, вот что мы должны воспитывать, чтобы было исполнение закона исполнительной властью, право применения закона судебной властью. И, соответственно, законодательная власть, если издала этот закон, и он консуционен, его должны применять и принимать все. И тогда у нас будет порядок и в судебной системе в том числе. Политические свободы народа Молдовы. Я хочу, знаете, можно скажу просто два слова. У вас ключевое слово здесь промелькнуло в вашем замечательном спиче, промелькнуло ключевое слово, которое воспитывается. Потому что у нас масса проблем, и в том числе те, которые мы обсуждаем сейчас, связаны с отношением людей, с обычных людей, с отношением населения к закону на самом деле. Я согласна, да. Есть такие моменты, потому что они видят, как к закону относятся люди, скажем так, весьма авторитетного ранга. Это, например, ты считаешь, что твое дело правое, и для тебя этот закон закон, а вот для него, для твоего оппонента, то есть он закон нарушил. И такое отношение постоянно. Политические свободы народа Молдовы. 26 пунктов из 40. Считают эксперты, что представителям партии оппозиции отказано в полновесном финансировании. Поэтому они на сегодняшний день не представляют никакой весомой силы в политической внутренней и внешней жизни государства. Это то, что касается оппозиции. Дальше, значит, по поводу участия в выборах. Вот здесь ситуация получше. Никаких препятствий в участии в выборах в Молдове не отмечается. Замечательно. У нас люди, если хотят голосовать, они идут и голосуют. Но эксперты считают, что в парламенте Молдовы мало представителей этнических меньшинств, таких как кагаузы, украинцы, русские и так далее. Давайте вот это обсудим. Тем более, это ваша тема, господин Мишин. Но прежде чем я вам слово предоставлю, хочу послушать, что думает Валерий. Вы согласны с этим? Утверждением, что у нас вот так вот. То есть должны быть эти этнические квоты? Нет. Я первая, она первая спросила вас, вы согласны, что у нас есть ситуация не очень хорошая по поводу представительств этнических меньшинств? Понимаете, дело в том, что я не этническое меньшинство, я, так сказать, представитель гордой молдавской национальности коренной. поэтому я плохо знаю, признаюсь и каюсь. Что касается квот этнических в парламенте, я думаю, что это такой очень серьезный и больной вопрос. Вы думаете, есть такие страны, где, например, есть квоты, например, в российском парламенте, калмыков, чуаши? Да, я не знаю насчет квот, вот вы сразу так говорите, потому что у нас квоты, например, по женщинам, да? Нет, ну а как понять этот вопрос? А как это понять вопрос? У нас они так вот внизу списка. Мы граждане республики Молдовы, так? Мы выбираемся как бы по универсальной, признанной во всем мире универсальному закону. Защищать права маленьких этносов, это как бы не то, что должен быть закон, это благородное дело для любого правительства. Потому что я, например, всегда защищаю малых, которых обижают и так далее. Это так. И это должно, и это, если уже говорить о европейских законах в этом смысле, о разных конвенциях, бумагах, которые подписали, они как раз, если применить к Молдове, да, я думаю, что это нормально. Так, по крайней мере, говорят меньшинства, я слышал, представители стилей русского меньшинства в Литве, в Латвии, в Эстонии, что они, если хорошо пользоваться европейскими законами, то можно выжить. Хотя там, я думаю, что хуже, чем у нас. У нас в Молдове, в принципе, я думаю, что может быть с точки зрения материальной, с точки зрения представления во власти, да, есть проблемы с точки зрения самого отношения так называемого коренного населения. Я говорю все время это с иронией, потому что тут все должны быть равны, да. То я думаю, что нету проблем. Есть на бытовом уровне, да, я понимаю. Ну, вот мне интересны сейчас ответы, потому что Юля у нас еще и председатель ассоциации русскоязычных журналистов. Я думаю, он тоже может оценить. И, ну, Сергей, это вообще ваш хлеб, вы советник президента, именно по этим вопросам. Поэтому давайте вот разберемся, правы ли эксперты, которые говорят, что мало представителей этнических журналистов. Они не просто правы. Ну, во-первых, вы говорите, да, в каких странах это предусмотрено. Так вот, 23 января 2018 года есть резолюция ПАСЭ, которая четко предусматривает, что одна треть мест в органах публичной власти во всех странах Евросоюза должна принадлежать иным этносам, которые проживают на территории государств Евросоюза, а также ассоциированных членов и тех, кто подписали договор об ассоциации. Вы сказали местной власти. Я сказал в органах публичной власти. Органы публичной власти – это парламент, правительство и так далее. Органы публичной власти. Местная власть – это совершенно другое. Стезя – это второй и третий уровень. То есть это разные вещи. Ну да. Поэтому есть целая резолюция ПАСЭ об этом. Как у нас представлены сегодня этносы? Как бы говорить, что они маленькие, их меньшинство, но я бы так тоже не говорил. То есть вы тогда говорите, что 130 тысяч гагаузов, которые у нас проживают в АТО, это меньшинство, да? Где-то около 220 тысяч русских, где-то около 280 тысяч украинцев, которые проживают на территории Республики Молдова. Болгары, которых 40 тысяч, Ромы и так далее. Их сегодня у нас на территории Республики Молдова больше 130 этносов. Это понятно, на какой механизм предоставления? А механизм предоставления сегодня, единственная партия, которая дала и сделала это, это партия социалистов. Извините, господин Игорь Николаевич Дедон на форуме этносов еще в прошлом году, в 2017 объявил о том, что он предложит партии социалистов. И партия социалистов поддержала это, что 30% в их списке будет принадлежать этносам. То есть одной трети. Как у нас это и предусмотрено. Как у нас есть статистика. И в партийном списке, если вы сегодня оцените, то у партии социалистов сегодня 22 человека из 55 это иные этносы нетитульной нации. То есть не Молдаване. Ну и понятно почему. Так 30%. А почему другие партии это не смогли сделать? Потому что у них другой электорат. Потому что у них другой электорат. У демократов румыны не возьмут же русских списков. Нужно вы такое говорите. А за демократов... Секунду, а партия власти... Подождите, партия власти, демократическая партия, которая 3 месяца назад себя объявила так громко про Молдова, и за нее у нее другой электорат, у нее румынский электорат. И они не могут туда взять никого других этносов. А у них аж целых 3 человека. А партия коммунистов, которая кричала, что она защищает всех этносов, сколько у нее в списке? А почему не по профессиональному признаку, а по этническому? Нет, подождите. А кто сказал, что у этносов нет профессионалов? То есть здесь опоставлялось несколько элементов. Профессионал и принадлежность этносам. То есть, допустим, Гагаузы, которых 135 тысяч, сегодня проживает в республике Молдова. По-моему, это пустая пропаганда. Ну, понимаете, пустая пропаганда. Это для вас. Для меня, да. А для кого же? Я же здесь говорю. Вы 5 минут назад сказали, что вы защищаете маленьких. И сейчас вы это называете пропагандой. Вот это и не называется защитой. А что, обязательно их толкать во власть, чтобы защитить? Да, потому что... А что, добро нельзя делать без власти? Просто делать добро. Добро сегодня делается, если на протяжении целого года, 2018-го, Совет по недискриминации выносит 4 решения о том, что в республике Молдова дискриминируют по языку. А какая тогда забота, когда не исполняется закон о защите прав нацменьшинств? И Европейская картия о защите прав нацменьшинств не исполняется вообще. А какая забота, если Конституционный суд, превышая свои полномочия, аннулирует? Вы красиво говорите, но все это пропаганда. Нет, секунду, я не красиво. Я вам говорю фактами. А вы, понимаете, когда учились? Какие факты? Фактами вы еще не говорили. Вы говорили, что кто-то сказал... Подождите, Совет по недискриминации это официальный государственный орган. Меня по три раза в день дискриминируют по языку. Я говорю по-молдавски, не отвечают по-русски. Я перехожу на русском, дискриминируемый. Вот такой... А вы пытаетесь вас советовать дискриминации, если он признает? Серьезно? И вас, и вас? Вот этим мне заниматься больше нечем. А вот я вас тогда задам такой вопрос. Тогда вас упомянули в отчете, господин Ринеце. Тогда вашу дискриминацию. Не защищать ответственность, а не говорить им глупости. Я вам защищу и протолкну во власть. Зачем им это? У нас доступ к информации гарантирован по Конституции. Если вы сегодня откроете сайт парламента Республики Молдова, вы найдете там информацию на румынском языке, на английском и на французском. Скажите, пожалуйста, у нас на французском больше людей говорят, чем на русском? Почему ограничивается доступ к информации? Это не дискриминация? Это не дискриминация. Я хочу Юлии предоставить. Я вам еще много таких фоток приведу. У вас такая работа. Господин Мишин, да, можно, да, Юля, я, можно, я секунду, я просто хочу, чтобы вы оценили перво-наперво. Вот Валерий говорит, для того, чтобы защищать права, не обязательно, чтобы вот нас в меньшинстве при этом были у власти. Вот пусть они защищают свои права, но не обязательно им эти, да? Это не метр защиты, проталкивать их во власть. Я когда читала доклад, я как раз подкнулась по поводу нацменьшинств во власти. На самом деле, я согласна с Валерием, мы все граждане одной страны, и мы все представляем интересы людей, которые живут в этой стране. Вопрос не в нацменьшинствах, не в том, что паспорт раскрыли, ага, еврей, давай его в это самое, а вопрос, во-первых, в языке, то, что вы говорите. Потому что у нас действительно стоит эта проблема достаточно остро. И это первое. И второе, что касается, у меня такое чувство, что просто эксперты, которые вот это вот дело писали, они не совсем просто понимают наши реалии. У нас проблема не в том, что, скажем, Гагауз по национальности сидит в парламенте, а дело в том, что в парламенте нет представительства Гагаузи, нет представительства автономии, у нас по закону этого нет. И нет представительства Приднестровья, где в основном живут русскоязычные граждане. Вот о чем речь идет. Они не в том, что мы сейчас вставим двух украинцев, значит, одного еврея найдем, трех русских. Это ничего не даст. Нужно вот, чтобы были представительства вот этих двух регионов, и чтобы не было ущемления по языку. Потому что последнее время было нескольких законопроектах. Я полагаю, что они исходили в том числе из такого критерия, кто и сколько представителей нацменьшинств вообще во власти представляют. Вот это имеет право, этот критерий на жизнь? Вы чтобы посмотрели. Вот помним, при коммунистах, секундочку, Юль, секундочку, мне вот при коммунистах все помнят, был министр Владимир Маложен. Он представитель национальных меньшинств. Потом как-то вот, можно было еще назвать, вот отец ваш, Вадим Николаевич Мишин, да, он тоже в различной должности. То есть мы какие-то могли назвать примеры. После того, как в 2009 году к власти пришли демократические силы, давайте вот сейчас вспомним хором все хоть одну фамилию. Не, ну тут пошло, тут, ребят, тут пошла Финская республика, вы что? Тут пошли финны наши, другие на наши. Да, все эти вопросы. Тут другое уже, тут уже просто другой подход. Согласен, что здесь не работают. Просто вот все в сравнении. У нас проблема в том, что мы сегодня идем на выборы по новой системе, то есть посмешанной, да. И по смешанной системе, как вы говорите, да, вот должны представители Приднестровья, пожалуйста, есть два округа для Приднестровья, и они имеют право избрать своего кандидата. Есть в Гагаузии два округа, у Болгары есть округ. То есть, в принципе, представительство по одномандатным округам, оно будет. Но, помимо этого, чтобы не возникало больше, далее, вопросов у нацменьшист и языковых, и иных, которые сегодня существуют в образовательной системе. И мы вообще, если мы хотим решить сегодня, реально, проблему этносов, проживающих на территории Республики Молдова, чтобы они, как граждане Республики Молдова, знали государственный язык, и это обязательно нужно. Это нужно начинать. Но мы должны начать с образования. Должно быть квалифицированное образование в детских садах, в школах русскоязычных, чтобы им преподавали профессионально-государственный язык. Это вы уже предлагаете в плане выхода на ваш вопрос, Валерий. Это мы говорим точно, что будет после выборов. Что необходимо делать, да. А сегодня, когда ты приходишь в министерство, пытаешься туда трудоустроиться, и ты являешься иным этносом, а не титульной нацией, тебя не берут только по национальному признаку, вот это не должно быть, и этого нету ни в одной стране мира. И поэтому Freedom House, когда он делал свой отчет, пройдясь по спискам министерств, пройдясь по спискам всех государственных ведовств, они и обозначили, что эта проблема существует. Потому что этносы есть профессионалы, которые не могут попасть на работу. Просто-напросто, что не хватает вот вашей экспертизы, экспертизы партии социалистов, чтобы понять это, да, и донести до нас. А нужно обязательно, чтобы Freedom House это сказал. Она слушает демократическое большинство. Вот мы надеемся, что после 24 февраля, после 24 февраля, мы эту систему всю изменим. И изменим к лучшему. И будут защищены все. Нет, тут давайте не будем сейчас... То есть вы победители. Давайте не будем лукарить. Если это говорят... Поэтому я и говорю, что вы занимаетесь пропагандой. Нет, давайте я отвечу на этот вопрос, как я вижу этот ответ самым справедливым. Если это говорят представители, которые прямо или косвенно поддерживают, или являются членами партии социалистов, то это тут же про них что скажешь. Ну, конечно, они будут это говорить, потому что это партия по-российской начнется. А вот когда такой доклад делают американцы, ну, согласитесь, Валерий, это совершенно иной компот. Нет, ну, конечно, это начинает... Это начинает наши слова. Это другой старший брат. Это их нужно слушать. Это другой старший брат. Мы демократы до сих пор так идут, так и делают. Ну, знаете, да. Я же не говорю, они демократы. Я понимаю, я же не говорю, что вы, я говорю, но они, в принципе, так и делают. Поэтому я думаю, что к этому возможно присмотрят. Ну, хорошо. И сейчас у нас больше. Европа и Америка. Да, да, да. Ну, хорошо, когда много родственников. И главное, что они нас любят. Вы знаете, иногда, мне кажется, что мы сами себя не любим. Да, это тоже есть. Я думаю, что спор ваш будет сейчас еще жестче, если я скажу, что ситуация еще хуже, как уважаемым экспертам видится в отношении женщин. Вот здесь я когда увидела эти цифры, честное слово, я сама удивилась. Вот честная Юля, можно не в студию, можете так подарить. Вот Юля, например. Смотрите, они говорят, что постоянно нарушаются свободы и права на защиту личности женщин. Значит, они говорят, что минимум 63% женщин Молдовы хотя бы раз в жизни испытывали одну из форм словесного, физического или сексуального насилия. А около 20% мужчин признали, что хотя бы раз вступали в сексуальную связь с женщиной, без ее согласия, особенно находясь в браке. То есть нас с меньшинствами мы уже выяснили, но судя по тому, как у нас обстоят дела с гендерным равенством, то здесь как-то получается вообще ситуация ужасная. Верить, не верить, вот скажите мне, как? Юля, вы как? Ну, честно говоря, я верю, потому что не только международные эксперты об этом говорили, но и наши постоянно об этом очень часто говорят. Наши неправительственные организации, люди, с которыми я общалась, люди, которые следят за развитием ситуации, действительно есть такое. Это я не знаю, что это ментальность такая, наверное. Ну, не знаю почему. Но у нас эта ситуация не справляется. Не знаю тоже, как с этим. Вот на самом деле сейчас есть квоты. Вот, Валерий, вы приводите примеры удачного-неудачного квотирования. Вот здесь я тоже, например, есть у меня вопросы, потому что... Потому что вот вроде как и есть женщины в списке, но вот все заметили, что их стали размещать туда, во второй половине. Как бы и придраться-то невозможно, но, значит, вроде как и не так много. Хотя, в принципе, вот этот раз есть партии, которые по 40% повключали. Согласен, что... Вот есть. То есть ситуация, вот она так. Как видите? Согласен, что случаи, когда женщины бьют мужей в семье, намного реже. Намного реже, да. Намного реже, хотя бывает. Да. Нет, есть. И это действительно, Юля, ты права, связано с ментальностью, с нашим уровнем развития, с недоразвитием страны, с невежеством. С невежеством. С невежеством. Каждого гражданина в отдельности. Но я вам скажу так, что мы, в общем-то, вот я говорю про оценки опять. Мы, в общем-то, нам предложили догнать Европу, да, и мы вот занимаемся, типа, этим делом. То есть в нашем развитии нам еще долго это придется делать, поэтому они все время, до тех пор, пока мы их догоним, будут нас критиковать, что мы неадекваты. И я думаю, что это будет долго, потому что я не знаю, когда мы их догоним. Я сейчас уже к завершению вынуждена нашу программу направить. Сергей, и вот без вашего ответа, мне она покажется неполной, потому что и Юля, и Валерий уже ответили на этот вопрос. Вот есть этот доклад, да, вот с вашей точки зрения, он как-то на власть повлияет? Вот мы в начале эфира говорили, вас просто не было. Вот для власти этот доклад вообще значим. Вот то, что думает промолекс, например, важно. А вот здесь. Или пройдут мимо, не заметят, и вот как бы вот так будет. Вы знаете, мое мнение, что власть не обратит внимания на этот доклад никоим образом. К сожалению, и к большому сожалению, хотя на многие пункты я бы на их месте все-таки обратил внимание, потому что в первую очередь этот доклад показывает их упущение. То, что они сейчас в предвыборных целях пытаются донести, что вот мы хорошие, мы много делаем для Республики Молдова, однако западные доклады говорят о ином, в том числе и этот доклад. То есть я сейчас не говорю только о Freedom House, я говорю и то, что делали европейские доклады есть по Республике Молдова во всех областях, и в медицине, и в юриспруденции, и в какой бы мы область не возьмем, у нас везде проблемы. О чем это говорит? Это говорит, что сегодня у власти, к сожалению, нету профессионалов, которые могли бы решать эти вопросы. Поэтому они его пропустят мимо, потому что если они, не дай бог, сегодня обратят внимание на этот доклад, они признают свое поражение, и они признают свою непригодность. А это им, вы сами понимаете, невыгодно. Поэтому признавать его, естественно, власть не будет. Подводя итоги, я скажу то, что я думаю по поводу того, вот насколько значим, незначим. Я скажу вам, как вот с моей точки зрения устроена вся эта система. Понимаете, как можно раз там мимо ушей это пропустить, можно два, но в конечном итоге наступают такие минуты, когда любая власть, молдавская в том числе, она будет прислушиваться, потому что это все кончается всегда, если это мимо совсем ушей, это заканчивается прекращением финансирования. Я не хочу сказать, что это тот случай, но я хочу сказать, что вот это тот метод, который в конечном итоге начинают применять все. И вот эти доклады потом еще замечательным образом вспоминаются и говорят, ну вас же предупреждали. А вот это то, чего на самом деле мы больше всего вот к сожалению боимся, потому что сами, сами не можем, к сожалению. Благодарю вас за эту яркую дискуссию, за то, что вы разные точки зрения сейчас озвучивали. Ну, наверное, это правильно, потому что в обществе тоже существуют различные точки зрения, нужно встречаться и их озвучивать. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова